Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжим разговор о котлах Ферроли. В первой части мы поговорим о кондиционных котлах Ферроли и Ламборгини. Ну, для начала, о недостатках традиционных котлов. Какие бы они хорошие не были, но есть у них свои недостатки, скажем так, врожденные. Ну, во-первых, довольно значительная часть энергии улетает буквально в трубу. Потом тот конденсат, который улетает в трубу, загрязняет атмосферу. Минимальная мощность горелки в традиционных котлах не может быть опущена ниже 30% от номинальной мощности. Это конструктивный недостаток данной горелки. И, кроме того, температура подачи на котле не должна быть меньше 60 градусов. Если будет меньше, будет образовываться конденсат в самом теплообменнике. И теплообменник довольно быстро выходит из строя. Настенные двухконтурные кондиционные котлы Ферроли и Ламборгини. Это Blue Helix Touch в компании Ферроли и Ламборгини это X-Inux. На стене кондиционные котлы есть двухконтурные, есть котлы одноконтурные и есть котлы с встроенным бойлером. Основные особенности конструктивные это очень хороший теплообменник, столь же хорошая полусферическая горелка, циркуляционный насос с широтно-импульсной модуляцией и, особенность такая, закрытая камера сгорания. Если посмотреть комплектующие котла, то практически все это Италия или Германия. Основной теплообменник в наших котлах это моноспираль. Широкая, цельно тянутая, из нержавеющей стали, без стыков и сварных швов. А сечение очень широкое. Если сравнить с трубами коллекторного теплообменника, то наше сечение втрое больше. То есть, если начнется забивание спирали, то спираль коллекторного теплообменника довольно быстро забьется, в то время как наша будет забиваться втрое дольше. Ну и кроме того, почистить моноспираль значительно легче, чем трубы коллекторного теплообменника. Следующий момент. В коллекторном теплообменнике спирали по своей длине нагреваются неравномерно. Из-за этого пришлось устанавливать вот такую перегородку, чтобы отделить зону сгорания от зоны рекуперации. В то время как в нашем теплообменнике теплоноситель идет последовательно по спиралям, постепенно нагреваясь. И зона рекуперации естественным образом образуется в задней части камеры сгорания. И нет необходимости ставить вот эту перегородку. А теперь горелка. Это вот такой, ну скажем, блин с отверстиями. В котлах Blue Helix Tech RRT и 45 котле сделана раздельно горелка и вентилятор. В котлах с бойлером горелка и вентилятор собраны в один единый блок. Глубина модуляции очень высокая, 20% от номинала. И есть еще один плюс. У теплообменника самоохлаждающаяся крышка. Дело в том, что если используется цилиндрическая горелка, то при горении идет тепловое воздействие на переднюю стенку. Соответственно, ее нужно теплоизолировать. В то время как в полусферической горелке Ферреля стенка все время охлаждается поступающей свежей газо-воздушной смесью. И она чуть тепленькая. И в этом случае вот эти прокладки становятся многоразовыми. Частота сгорания очень высокая. Класс полуоксиломазотов 6. То есть, по крайней мере, втрое лучше, чем у традиционных котлов. Контроль сгорания. На одноконтурном котле Blue Helix S45 и котлах с бойлером K50 используется газовый клапан и Honeywell с механической настройкой газа. Происходит следующая вещь. Когда мы настроим газовый клапан, мы настраиваем постоянное соотношение вот этой регулировкой, постоянное соотношение газ-воздух. И теперь, в зависимости от скорости вращения вентилятора, газа будет подаваться меньше или больше. Так, чтобы лямбда, то есть коэффициент избытка воздуха, все время находился в некоем диапазоне. От точки С до точки Д. Если лямбда будет выходить за эти границы, это для котла плохо. Это очень сильно падает КПД. Поэтому следят за тем, чтобы лямбда отсюда не уходила. Мы уже с вами говорили, что есть закон соотношения между током ионизацией и лямбдой. И по току ионизацией и идет контроль за лямбдой. Но дело в том, что лямбда зависит от многих вещей. И если соотношение будет постоянно, то здесь всегда соотношение будет гулять. В котлах BlueKelik Stage RRT установлены газовые клапаны с электронным регулированием. То есть система контроля теперь получила еще одну функцию. Кроме контроля вот этого диапазона, она получила возможность регулировать соотношение газ-воздух в газовом клапане. И теперь лямбда контролируется уже не в диапазоне, а в точке. И кроме того, она может регулироваться самим котлом. То есть в данной ситуации котел сам настраивает соотношение газ-воздух. То есть калибровка котла производится автоматически. На электронной плате установлен специальный микропроцессор, который занимается только проблемами управления пламинами. Теперь перевод котла, допустим, на сжиженный газ. Если в котлах с механическим клапаном это такие вещи. Замена сопла, изменение параметров котла и настройка газового клапана. То в котлах с электронным газовым клапаном нужно перевести вот этот вот сектор. Из вертикального положения в горизонтальное. И изменить параметры газа. То есть никаких замен для перехода на сжиженный газ делать не нужно. На котлах Blue Helix установлены гидравлические модули нового поколения. Левый гидравлический модуль. На нем смонтирован сбросной клапан, совмещенный с краном слива. Чтобы открыть кран слива, нужно повернуть вот эту рукоятку. Но делать это нужно изнутри котла. То есть для этого надо снять крышку. Если повернуть немножечко иначе, то видно, что в этом модуле для теплоносителя просто тройник стоит. Вот отсюда подается из основного теплообменника. И либо будет уходить в систему отопления, либо уходить на вторичный теплообменник. Кроме того, на этом блоке установлен реле минимального давления и датчик НТЦ контура ГВС. Правый гидравлический модуль. На нем закреплен насос. Это насос широтной импульсной модуляции. То есть насос, меняющий частоту вращения. В котлах Blue Helix частота вращения насоса меняется электронной платой. То есть к насосу подходят два кабеля. Кабель питания и кабель управления. Если снять кабель управления, насос будет вращаться на максимальной скорости. Вот это байпасный клапан. Здесь установлен трехходовой экран с сервоприводом. И если посмотреть на этот блок с другой стороны, видны еще элементы. Это датчик протока ГВС. В данном случае это датчик ХОЛО. Фильтр подпитки системы отопления. Кран подпитки системы отопления. И обратный клапан той же самой подпитки. Вот. И вот эта конструкция. Это фильтр на входе холодной воды. Снимаете скобу. И перед вами вся эта конструкция. Конструкция состоит из собственного фильтра, вертушки датчика протока и ограничителя протока. Гидравлические схемы котлов BlueFelix практически на любой вкус. Котел с вторичным проточным теплообменником. Полученный из него одноконтурный котел. Одноконтурный котел BlueFelix THS45. И котел с бойлером. Внешнеэлектрические подключения. Для того, чтобы подобраться к колодке внешних подключений, нужно откинуть панель управления. И вот перед вами колодка. Это подключение питания. Это комнатный термостат или пульт дистанционного управления. Это уличный датчик. И есть еще вход А. Регулируемый вход А, который может быть запрограммирован вот на эти вещи. Изначально он стоит на подключении второго комнатного термостата. Но если вы используете с котлом теплый пол, то лучше всего подключить его на термостат безопасности. Четвертое положение. Теперь внешние подключения одноконтурных котлов. Как видите, на колодке появились два сопротивления. Вместо которых при подключении бойлера нужно установить датчик бойлера. Или термостат бойлера. Котел одноконтурный S45H имеет особенности. У него нет своего трехходового крана. Поэтому трехходовой кран, причем нажимного типа, надо еще докупить. И вот таким образом подключать бойлер. Как подключается термостат бойлера вместо датчик бойлера, мы уже с вами рассматриваем. Котлы с бойлером. Ну и здесь что у нас. Теплообменник, горелка и вентилятор. Трехходовый кран нажимного типа. Газовый клапан механический на этих котлах. Модулирующий насос. Расширительный бак системы отопления. Коллектор подачи воздуха. И собственно сам бойлер. 50 литров. Кроме этого еще установлен расширительный бак. Для контуры ГВС. Теперь о дымоудалении котлов. Вам известно, что у традиционных котлов дымовая труба должна быть направлена немножко вниз на улицу. Уклон от котла. В течение какого конденсационных уклон дымовой трубы должен быть наоборот к котлу. Чтобы конденсационный стекал в котел. Все необходимое для реализации коаксиального дымохода и раздельного дымохода у нас в компании есть. Но котлы Блюфеликс имеют еще и особенности дымоудаления. Какие? Например, в котлах Блюфеликс ТЭЧ установлен обратный клапан между вентилятором и горелкой. То есть от вентилятора в горелку он пускает, а в обратную сторону нет. И тогда эти котлы можно собрать вот по такой схеме дымоудаления. В этом случае, если, допустим, вот этот котел работает, а вот этот не работает, то в него нижний котел задувать не будет, потому что стоит клапан. И еще одна особенность. В качестве труб дымоудаления можно использовать трубы ФЛЕКС диаметром 60 или даже 50 мм. Делается это так. Поставили 80 трубы, потом установили адаптер с переходом на соответствующий диаметр, и дальше идет труба дымоудаления. Максимальные длины этих труб довольно большие. Практически во всех случаях они подойдут. Для чего это сделано? Бывает, что в одну шахту нужно установить энное количество труб, 80-ки туда не лезут, но тогда можно 60-й или даже 50-й диаметр ставить. Таким образом, какие особенности котлов Blue Helix Tech можно отметить? Ну, во-первых, эти котлы имеют все достоинства котлов Diotech D. Это и режимы FH, и режим комфорт, и так далее, и так далее. Вот они перед вами есть. Но если погодозависимая автоматика в котле Diotech D вещь не очень такая хорошая, может приводить к окислению основного теплообменника, то в котлах Blue Helix погодозависимая автоматика – это очень полезная вещь. Не менее полезная вещь – возможность работы котла по протоколу OpenTerm. Вот эти два показателя делают конституционные котлы очень экономичными и комфортными. Но кроме этого, эффективный конституционный теплообменник установлен в котлах. Регулирование сгорания очень хорошее. Минимальная мощность котла – 5 кВт. 24-киловаттного котла – 5 кВт. Кстати, это делает ненужным, вот серым отмечено, делает ненужным вот этот режим адаптации. Как бы мы ни открыли кран горячей воды, всё равно котёл будет выдавать нам заданную температуру. Кроме этого, стоит энергосберегающий насос. Можно подключить второй комнатный термостат или защитный термостат тёплого пола. Можно подключить к коллективному дымоходу. И дымоходы, дымовые трубы, можно использовать меньших диаметров. Раз подчеркну. Максимальная эффективность котла, если к нему подключён уличный датчик и пульт дистанционного управления по протоколу OpenTerm. При этом котёл работает максимально экономично и максимально комфортно с точки зрения отопления. Теперь следующие котлы. Торо – это в Lamborghini и Форсе – это у Ферроли. Это настенные конденсационные котлы, одноконтурные большой мощности. Теплообменник с высокой тепловой отдачей. Премиксная горелка. Обо всём этом поговорим. Глубина модуляции горелки 1 к 6. Встроенная каскадная автоматика до 6 котлов каскад. И широкий диапазон вспомогательного оборота. Гидравлическая схема выглядит вот таким образом. То есть, весь котёл – это, собственно, теплообменник. Ну, несколько датчиков, воздухоотводчик. Теплообменник котла. Силмин. То есть, сплав магния, кремния и алюминия. Это всё цельное литьё. Цельное литьё. Если снять горелку, то внутри теплообменник выглядит таким образом. Ну, и он охватывает всю камеру сгорания. Поэтому никакой термоизоляции здесь нет. Она не нужна. Вот. И количество, ну, будем называть так, секций. Разное для разной мощности котла. Рабочее давление до 6 атмосфер. Теперь горелка. Это вот такая вот сеточка. Очень чистое сгорание. Диапазон модуляции 1 к 6. Далее. Панель управления котла. Она уже не похожа на котлы Фейрли. Довольно сложная. Но по инструкции вполне можно её освоить. Особенно интересно то, что есть вот этот 14-й выключатель. Это электрический выключатель котла. Пожалуй, котлы Форса – это единственные котлы, на которых этот выключатель есть. Довольно богатая возможность автоматики котла. То есть, все функции конституционных котлов в них заложены. В том числе и погодозависимая автоматика. Диапазон дистанционного управления котлом с сигналом от 0 до 10 вольт. Дистанционный сброс неисправности котла. Есть возможность вывести сигнал неисправности на пульт диспетчера. Есть дополнительный программируемый выход, который тоже можно вывести на пульт диспетчера. Встроенная каскадная автоматика, как я уже говорил, работает на две независимые зоны отопления. Точнее, так может работать на две независимые зоны отопления. На котле установлен газовый клапан с механическими регулировками. Поэтому при настройке котла нужно отрегулировать частоту вращения вентилятора и отрегулировать сам газовый клапан. При переходе на другой тип газа, как и со всеми механическими клапанами, нужно заменить форсунки, изменить параметры в сервисном меню и отрегулировать газовый клапан. Что может автоматика самого котла? Ну, во-первых, управлять двумя контурами, одним отоплением и контуром ГВС, то есть бойлером, через один насос и один трехходовой кран. Второй вариант, то же самое, отопление и бойлер, уже двумя насосами. И третий вариант, если бойлера нет, то котел может управлять двумя независимыми зонами отопления. Каждый будет работать по своему комнатному термостату. Теперь дымоудаление. Котлы Форсе и Тора, это котлы с открытой камерой сгорания. Диаметр дымохода у всех котлов 100 мм. Если вы собираете дымоудаление, то нужно учитывать вот эти вот значения всех элементов, какие у вас будут в данном дымоходе, потом их складываете, и вот сумма этих чисел не должна быть больше вот этого значения для каждого котла. Котлы можно собирать в каскады. Как я вам уже говорил, автоматика поддерживает каскад до шести котлов. Для того, чтобы соединить их между собой, колодки соединяются проводами вот таким вот образом, и тогда котлы понимают, что котел А ведущий, остальные котлы ведомые. Все датчики, соответственно, подключаются к ведущему котлу. Для того, чтобы не было задувания из работающего в неработающий котел, в каждом котле установлен вот такой вот обратный клапан. Диаметр трубы, выходящий, 200 мм. По элементам дымохода можно собрать котлы до четырех котлов каскад. В каталоге «Форса» у нас есть все элементы, необходимые для работы каскада, расписаны для того, какую мощность хотите получить из каскада. И буквально несколько слов о напольном кондиционном котле «Квадрифолио». Мощность котлов вы видите, мощность довольно большая. Теплообменник котла – это вот такая конструкция. Вот эти вот трубочки – это трубки, по которым идут дымовые газы от горелки. Особенность этого котла заключается в том, что внутри котла очень большое количество воды. Вот они, эти количества указаны. То есть этот котел можно использовать без гидравлического разделителя. Чтобы кондиционный котел жил долго, нужно выполнять требования, предъявляемые к теплоносителю. В данном случае вот к воде. Требования довольно жесткие, но выполнять их желательно. Что касается антифриза, то изготовитель антифриза должен гарантировать вам безвредность своего антифриза для оборудования «Ферроли». Это касается и традиционных котлов, и кондиционных котлов. Мы закончили с вами обсуждение кондиционных котлов. Теперь несколько слов о электрическом котле «Ферроли». Это котел «Лэб». Одноконтурный настенный котел с возможностью подключения внешнего бойлера. Для подключения бойлера необходимо приобрести вот этот комплект. Все в нем есть, в том числе и датчик бойлера. Модельный ряд от 6 до 28 кВт. Причем надо помнить, что вот эти вот синие, синим отмеченные котлы могут иметь электропитание как трехфазное, так и однофазное. А красное – только трехфазное питание. У котлов есть режим зима-лето. Приоритет бойлера. Трехскоростной циркуляционный насос внутри стоит. Режим работы «Теплый пол». К ним может быть подключен комнатный термостат. Они имеют погодозависимую автоматику. Режим «Антелегионелла» для бойлера. Система самодиагностики и система защиты от замерзания. Ну, в общем, получается все, как у всех настенных котлов. Теперь особенности именно его как электрокотла. У него можно ограничить максимальную мощность. Если, допустим, у вас 28-киловаттный котел, а можно использовать только 18, то можно сделать так, чтобы котел никогда не выходил на мощность больше 18. Дальше. Модуляция мощности. То есть, котел стартует, включая постепенно все ТЭНы. И потом, когда подходит к заданной температуре, по одному их отключает и финиширует на одном ТЭНе. Есть ротация ТЭНов. То есть, не всегда первый включается первым. Они будут включаться друг за другом таким образом, что время работы каждого ТЭНа будет примерно одинаковым. Есть встроенный датчик комнатной температуры. Но этот датчик служит только для индикации. Он никак не завязан в автоматике. Есть встроенный программатор отопления. Этот встроенный программатор сделан не для комфорта, а для того, чтобы использовать двухтарифные электрические счетчики. Гидравлическая схема котла. Ну, основной теплообменник, датчик температуры контура, предельный термостат, насос, трехходового крана здесь нет, байпас, подпитка, сбросной клапан, реле минимального давления, манометр. Вот так выглядит котел со снятым кожухом. Ну, здесь что, пожалуй, можно сказать? Вот эта колодка подключения электропитания, закрытая проводами контактор, который включает котел. Пожалуй, лучше всего конструкцию котла можно рассмотреть на взрывных чертежах. Вот это котел маленький, от 6 до 9 киловатт. У него два блока ТЭНов в теплообменнике. Вот это уже большое, 12 до 28, у него 4 блока ТЭНов. Это вот теплообменник в натуральный вид. Вот это блок ТЭНов. В каждом блоке по 3 ТЭНа. Мощность блока можно посмотреть на этой гайке, на торце. И когда вы ищете неисправность, допустим, у вас какой-то отказал ТЭН, вы это чувствуете. Дело в том, что индикации неисправности ТЭНов на котле нет. Исправен ТЭН или нет, можно определить только прозвонкой. И вот здесь, в таблице, указано сопротивление всех ТЭНов в зависимости от их мощности. Электронная плата котла. Ну, с электронной платой мы познакомимся немножечко поближе. Вот она изображена. На ней стоят, ну, в данном случае это маленькие котлы. На плате стоят 6 реле. Каждый из них включает свой ТЭН. Колодка подключения электропитания. Трехфазная подключается вот таким образом. Однофазная подключается вот таким образом. Вот эти коричневые перемычки, они входят в состав котла. Кстати, с помощью этих перемычек можно ограничить максимальную мощность котла. Вот обратите внимание, если одну из перемычек снять, то получится, что у нас электропитание подходит только к двум третям ТЭНов. Два в данном случае будут отключены. Если снять и эту перемычку тоже, то в работе останется только два ТЭНа. При этом надо помнить, что если вы подключили однофазную по такой схеме, то обязательно фазу нужно подключить на L3, потому что отсюда идет питание на электронную плату. Иначе у вас плата будет не задействована, котел, естественно, не будет работать. Кроме этого, можно регулировать максимальную мощность и с помощью ДИП-переключателей. Если вы подключили трехфазное питание, то вот в этом положении второго переключателя это максимальная мощность. А вот так мощность будет в половину. То есть один из блоков будет полностью отключен. В больших котлах ограничение мощности можно производить уже с помощью двух ДИП-переключателей. Вот в таком положении ДИП-переключателей это будет максимальная мощность. Так отключится один блок. Вот так отключится еще один блок. И так отключится третий блок. То есть три блока отключены, один только работает. Итак, мы сегодня поговорили с вами о конденсационных котлах и об электрокотлах. Спасибо за внимание. До новых встреч!